Уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые участники форума и фестиваля «Отвинта». Мы сегодня здесь собрались для того, чтобы провести сессию, связанную с рассмотрением тематики научно-технического сотрудничества молодых ученых при Каспии, перспективу устойчивого развития. Я представлюсь, буду модератором этой сессии Маркелов Константин Алексеевич, ректор Астраханского государственного университета, являясь заведующим кафедрой ЮНЕСКО. Кафедра работает по теме обучающее общество и социально устойчивое развитие. И сегодня, вот так как на форуме проходит разговор о молодых ученых, о разработках их, о возможности внедрения этих разработок в практику, трансформации научного процесса в практической плоскости. Поэтому для нас очень важно проговорить по эту тему, как помочь, как поддержать сегодня молодых ученых в наших странах. Мы Каспий рассматриваем не только как узкий регион из пяти государств, хотя они сами по себе достаточно крупные и в науке достаточно продвинутые, но мы рассматриваем и Большой Каспий, это те, кто сотрудничает с Каспием, страны, это Центральная Азия и многие страны, которые присутствуют и имеют интерес к Каспийскому региону. И поэтому вот эта сегодняшняя молодежная сессия кафедры ЮНЕСКО Астраханского государства университета как раз пригласила к разговору всех тех, кто вот в той или иной мере этой темой занимается и интересуется этой темой, и наши партнеры со стран при Каспии, и вот те спикеры, которые находятся здесь у нас в студии. Я очень рад всех поприветствовать и поблагодарить за то, что согласились принять участие и обсудить эту такую важную тему. Ну а начать я хотел бы с того, чтобы попросить зачитать обращение к участникам форума. К нам обратился ответственный секретарь комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Григорий Эдуардович Орджоникидзе. И я попрошу за честь его обращения. Научно-техническое сотрудничество молодых ученых при Каспии. Перспективы устойчивого развития. За всю историю своего существования ЮНЕСКО в рамках своей компетенции дала многое для укрепления мира и безопасности на нашей планете. Несла большой вклад для укрепления мира и безопасности на планете между странами во всех сверхжизни. Несмотря на омраченный глобальной пандемией коронавируса период, ЮНЕСКО продолжает оставаться прочной гуманитарной базой для межгосударственного взаимодействия. Одной из центральных тем современного этапа развития организации является молодежь и образование в интересах устойчивого развития. Предстоящая дискуссия полностью отвечает этим приоритетным направлениям. Молодежь, сегодняшние студенты – это будущее прикаспийского региона. Именно от их поступков, решений, изобретений зависит, насколько стабильно, безопасно и гармонично будет развиваться регион в ближайшие десятилетия. Важно, что координацию такой работы взяла на себя кафедра ЮНЕСКО АГУ, обучающая сообщество и социально устойчивое развитие, одна из самых активных участников сети ЮНИТВИН. ЮНИТВИН Уверены, что под руководством экспертов кафедры молодые специалисты познакомятся с глобальной программой действий по образованию в интересах устойчивого развития ЮНЕСКО, принятой на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2019 году, и совместно найдут пути наиболее рационального и эффективного ее применения в родном регионе. Выступая за сохранение сбалансированности экономического, социального и экологического развития общества и достижение его устойчивого развития средствами науки и образования, мы выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, желаем ВУЗу и кафедре новых успехов, участникам и организаторам конференций, продуктивной работы. Водных вещей сказать, статистических, я попросил бы первый слайд показать. Молодые ученые Каспийского региона в той или иной мере сотрудничают, консолидируются, пытаются консолидироваться, и уже более 20 лет действует ассоциация прикаспийских университетов и технопарков, и технических структур. И в рамках вот этого объединения университетов при Каспии создано два года назад по инициативе ассамблей университетов при Каспии создано несколько комиссий, в том числе комиссия по науке, технологиям и инновациям, и в рамках этой комиссии создано молодежное направление. Но в то же время различные молодежные проекты, они в той или иной мере существуют между университетами, ученые занимаются разработкой тех тем, которые интересны странам, но вот обмен между учеными очень важен. И следующий слайд, пожалуйста. Вот сегодня более 88% молодых людей поддерживают утверждение о том, что наука и новые технологии – это благоприятные возможности для развития. По нашим оценкам, в странах при Каспии более 35 тысяч молодых ученых, около 40% от общего количества следователей стран вообще при Каспии. И следующий слайд, пожалуйста. 84% опрошенных согласны с тем, что технологии служат необходимым условием достижения конкурентноспособности экономики стран. 90% молодых людей уверены, что наука и техника делают жизнь человека более легкой и комфортной. Но надо сказать, что важным для себя молодые ученые рассматривают несколько отраслей. Например, естественные науки более 30% занимаются научным исследованием. Сферы технических наук около 30%, где-то 28% с небольшим процентов исследователей. Но, к сожалению, те отрасли, которые являются для Юга России, наверное, перспективными, в том числе, например, в сельскохозяйственной науке, они не имеют популярности у молодых ученых. И эта отрасль остается самой возрастной сегодня среди научных исследований. Видимо, современные технологии еще не пришли, наверное, в эту отрасль или не так активно ей занимается молодежь. Следующий слайд, пожалуйста. Мы давно рассматриваем эту тему. И хотелось бы сегодня нам обсудить вообще тематику перспектив развития и поддержки научных разработок. Об этом говорят сегодня многие. Как поддержать молодых исследователей? Как создать ему условия для нормальной работы, для того, чтобы они, во-первых, шли и занимались наукой, во-вторых, они имели возможность для этого, и, в-третьих, наверное, чтобы их разработки не были просто обычным научным трудом. Они получали развитие, получали поддержку, получали поддержку бизнеса, в первую очередь, государственных структур. И думаю, что как раз для нас это одна из важных тем. Следующий слайд, пожалуйста. И мы бы хотели как раз вот в рамках нашего круглого стола такого вот этой сессии начать, наверное, об этом разговор. Разговор достаточно серьезный и долгий, и он на разных площадках происходит. И поэтому мы несколько тем определили для сегодняшнего разговора. Следующий слайд, пожалуйста. Это и новые исследования для территории Прикаспия, перспективы их межрегионального и международного сотрудничества, новые механизмы выявления развития способностей и поддержки молодых исследователей на территории Прикаспия, акселераторы, стартап-проекты, венчурные фонды, внедрение в практическую деятельность и коммерциализация результатов исследований молодых ученых, академическая мобильность как фактор международного продвижения молодых ученых. И пятая тема – это создание привлекательных условий для деятельности молодых и перспективных исследований на территории Прикаспия. Первым, кому бы я хотел представить слово в нашем этом разговоре, – это представитель той организации, которая присутствует во всех странах Прикаспия, Россотрудничество, которое заинтересовано в развитии науки, чтобы молодые ребята участвовали в этом. И совсем недавно мы в университете в Астраханской области встречались и обсуждали эту тему с руководителем Россотрудничества, с Евгением Александровичем Примаковым, и наметили для себя некие перспективы. Сегодня у нас здесь присутствует заместитель руководителя Россотрудничества, Павел Анатольевич Шевцов, и я ему с удовольствием передаю слово. Константин Алексеевич, спасибо большое за предоставленное слово, уважаемые президиумы, уважаемые участники. Как правильно сказал уже Константин Алексеевич в своеводном слове, что, безусловно, Прикаспийский регион является одним из самых важных регионов на евразийском пространстве, он к себе притягивает и внимание, и игроков, которые, в общем-то, граничат с этим регионом, и игроков, которые, казалось бы, находятся с другой стороны планеты, но в любом случае, так или иначе, очень активно присутствуют в этом регионе и формулируют свои интересы. И многие годы считается, что, так или иначе, есть основные тематики, вокруг которых взаимоотношения государств Прикаспийского региона строятся. Это энергетика, транспорт, биоресурсы и безопасность. И, безусловно, по всем этим четырем направлениям, наверное, сейчас можно выделять еще какие-то направления, безусловно, но это, как нам кажется, те основные направления, вокруг которых строится и политика государств, и, конечно, безусловно, та деятельность, которая ведется в научных направлениях. И я здесь хотел бы сейчас подсветить роль руссотрудничества те проекты, которые мы проводим, те проекты, которые мы поддерживаем, с тем, чтобы развивался как политический диалог в Прикаспийском регионе, так же и поддерживались молодые исследователи. Я сейчас хотел бы рассказать о тех направлениях нашей деятельности, которые мы проводим и считаем, что, конечно, безусловно, наверное, этого недостаточно, и есть другие органы исполнительной власти Российской Федерации, которые дополняют нас, проводят дополнительную деятельность. Но вот наша направленность, и, как правильно сказал Константин Алексеевич, во всех странах региона присутствуют наши центры, которые, в общем-то, нацелены на развитие гуманитарных отношений между нашими странами, и в том числе поддержки молодых ученых. Как вы знаете, Россотрудничество администрирует квоту правительства Российской Федерации по обучению иностранных студентов Российской Федерации, и это не только, конечно, бакалавриат и магистратура, это и обучение молодых ученых, формирование совместных проектов с российскими университетами. И тут как раз для нас сейчас стоит задача, как можно больше концентрироваться как раз-то не на бакалавриате, а именно на магистратуре молодых исследователей. То есть мы хорошо понимаем, что именно через создание совместных проектов ученых стран Прикоспийского региона, и в первую очередь, конечно, молодых ученых, это будет таким очень хорошим драйвером развития гуманитарных отношений и формирования более благоприятных именно политической среды для более правильного взаимоотношения и взаимопонимания между нашими странами. Кроме этого, Россотрудничество реализует программу «Новое поколение». Это ознакомительные поездки молодых людей в возрасте до 35 лет на территорию Российской Федерации для участия в различного рода мероприятиях. И мы сейчас как раз-то эту программу больше затачиваем не на участие каких-то там разного рода политических или общественных мероприятий, но формируем ее из ребят, которые заинтересованы, или так скажем, целевая аудитория, которых является сугубо отраслевая. И здесь как раз-то молодые ученые, исследователи, на них мы тоже делаем большую ставку. И, конечно, прошлый год, к сожалению, не был показателем, потому что пандемия, в общем, достаточно серьезно спутала планы нам и многим другим государствам. Но, допустим, в 2019 году мы приглашали на несколько больших международных конференций в Российскую Федерацию как раз-то молодых исследователей для того, чтобы они принимали участие в наших мероприятиях, выступали со своими докладами, чтобы они могли видеть то научное молодое поле, которое формируется в Российской Федерации, а российские молодые исследователи видели и понимали, чем сейчас интересуются молодежь и при Каспийских государствах, и не только при Каспийских государствах. И, в общем-то, таким образом формировались вот эти научные связи. Ну и, конечно, программа «Здравствуй, Россия!» — это ознакомительные визиты уже детей школьного возраста в Российскую Федерацию. В основном это и соотечественники, но в связи с тем, что в своем большинстве при Каспийский регион как раз-то и собран из стран бывшего Советского Союза, мы там в основном всех считаем соотечественниками, поэтому это очень такая благоприятная среда для развития таких преднаучных представлений молодых ребят о том, какую траекторию они хотели бы выбрать. И для нас очень важно, когда дети, допустим, 10-11 класса приезжают в Российскую Федерацию, и они там проходят предпрофессиональную подготовку, мы им показываем достижения российской науки с тем, чтобы они могли уже заранее определиться со своим будущим, со своей будущей карьерной траекторией. Как вы знаете, сейчас в этот год объявлен президентом Российской Федерации Годом науки и технологий Российской Федерации, и как раз Россотрудничество возглавляет рабочую группу по международному сотрудничеству, содействию, и сейчас таким образом повестка этого Года науки сформулирована, что каждый месяц это определенная тематика научных разработок. Допустим, сейчас март – это большая медицина, там, в общем-то, потом пойдут моря и океаны, там отдельно есть арктическое направление, отдельно там кейс развития человеческого потенциала, и каждый из этих месяцев он так или иначе очень хорошо может накладываться на ту научную деятельность, которая ведется в странах прикаспийских странах, и мы как раз-то рассчитываем на то, что достаточно большое количество научных разработок, научных встреч мы в рамках Года науки и технологий будем формировать вокруг прикаспийского региона, потому что мы понимаем его важность, понимаем его перспективность, и мы заинтересованы в том, чтобы прикаспийский регион, его научный потенциал только развивался в тех направлениях, о которых я вот говорил, ну и, наверное, в тех направлениях, которые, в общем-то, и развиваются, помимо и энергетики, и транспорта, и мы очень сильно заинтересованы, чтобы они развивались, и все, что от руссотрудничества зависит, в этом направлении будем делать и помогать. Спасибо, Павел Анатольевич. Это как раз вот в той теме, которую мы обсуждали недавно с Евгением Александровичем, создание русских домов в странах наших прикаспий, это как раз та база, которая могла бы стать вот таким домом притяжения молодых исследователей, и через которую как раз вот эти проекты, о которых вы говорите, могли бы реализовываться. Вот к нам сейчас присоединится наша коллега из Казахстана, она возглавляет кафедру ЮНЕСКО по устойчивому развитию Казахского национального университета именно имени Альф-Раби, Турсенкуль Аманкильдиевна Базарбаева. Мы знаем, что на базе этого университета создана уникальная виртуально-коммуникативная платформа «Зеленый мост через поколение», и координатором как раз этого проекта является кафедра ЮНЕСКО, которую вы возглавляете. Турсенкуль Аманкильдиевна, нам всем будет интересно услышать вас и узнать подробнее об этом проекте и других проектах. Здравствуйте, добрые коллеги, огромное спасибо, Константин Алексеевич. Я являюсь заведующей кафедрой ЮНЕСКО по устойчивому развитию Казахского национального университета имени Альфа-Раби, Турсенкуль Аманкильдиевна. Тема моего доклада — виртуальная коммуникативная платформа «Алфазно» имени Альфа-Раби «Зеленый мост через поколение». Немножко о кафедре ЮНЕСКО. Кафедра была организована в 2011 году. Если посмотреть историю, это был практический шаг казахстанского образования для поддержки глобальной энергоэкологической стратегии нашего первого президента, которая называется «Глобальная энергоэкологическая стратегия развития XXI веке». В то время мы носили название «Энергоэкология». Но в 2014 году нам присвоили статус ЮНЕСКО по устойчивому развитию. Вообще сама деятельность кафедры направлена на выполнение проектов в области образования и науки, направленных на реализацию зеленых инициатив по энерго- и ресурсосбережению, альтернативным технологиям, водосбережению и, естественно, защите окружающей среды. Сама программа партнерства «Зеленый МОЗ», которая была выдвинута нашим первым президентом, нашелтанавшим Назарбаевым, она на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН нашла одобрение всех государственных данной конференции. И на этом слайде будут некоторые принципы, которые я показываю. Это принцип экоэффективности, принцип единства, принцип ресурсосбережения, принцип межсекторальности. Это фактически то, что мы с вами сейчас обсуждаем. И на самом деле молодежь, она, конечно, в своей деятельности должна опираться на многие эти принципы, как основополагающие. Сама программа «Зеленый МОЗ», она, естественно, это государственная огромная программа. И наш университет в рамках проводимых мероприятий, конференции ООН по устойчивому развитию, это было в Рио-20, Рио-де-Жанейре, Бразилия, по инициативе казну Альфа-Ради была организована секция «Зеленый МОЗ через поколение». Наш университет был единственным из вузов страны СНГ, который получил право на проведение отдельной секции, которая посвящена идее нашего первого президента. Одним из важных результатов данного мероприятия стала инициатива казну по созданию консорциального университета в рамках «Зеленого МОЗа через поколение». Вот здесь вот на слайде вы видите наш сайт «Зеленого МОЗа через поколение». Оно начало функционировать с 2012 года. И, естественно, в этом консорциуме очень много стран участвуют. Создана виртуальная коммуникативная платформа, где как раз таки молодежь, она друг с другом взаимодействует. Тем более во время пандемии, можно сказать, мы как будто предугадали, что вот такая жизнь пойдет. Но здесь вот основные положения, это само собой вовлечение молодежи. Задачи, вы сами видите, объединение потенциала ведущих научных школ, о чем мы и говорим, подготовка бакалавров, магистров, докторантов, само собой. На данном слайде здесь показали участников международного консорциального «Зеленого МОЗа через поколение». Это и ближние, и дальние зарубежья. Это не весь список. Результаты проекта – это, конечно же, кадровый резерв в области устойчивого развития. Это повышение институционального потенциала. То, что мы хотим в будущем видеть и получить в каждой своей области специалистов. Здесь мы показали основные научные проекты. Это как и исследование очистки нефти и загрязненных почв в процессе добычи и транспортировки нефти и нефтепродуктов методами фитомеридиации. Обоснование и разработка технологий управления рисками возникновения заслуг как одного из важнейших факторов в продовольственной безопасности Республики Казахстан. Естественно, во всех этих проектах у нас участвует молодежь. Где-то они сами руководствуются. На слайде справа видите нашего магистранта, который получил призовое место в конкурсе студенческих бизнес-инкубаторов. Перед вами монография, которая была выпущена по итогам большого проекта по программе «Темпус». Это интегрированное управление водными ресурсами в Казахстане. Если учесть, что наш Казахстан расположен в арендной территории, для нас это очень актуально. Далее вот здесь фрагмент карты, где показаны антропогенальные источники воздействия на природную среду Магистанской области. Это все исследования по экосистемам приказки. Конечно, во всех этих научных проектах у нас участвуют зарубежные ученые с разных университетов. Это Португалия, Великобритания, Германия, Австрия и так далее. Такая деятельность с кафедрой, она не осталась незаметной. И мне посчастливилось как раз так и быть приглашенной на эту 40-ю генеральную конференцию ЮНЕСКО, которая проходила штаб-квартира ЮНЕСКО. Там присутствовали из 220 с лишним стран представители. Конечно же, основные направления — это вопросы высшего образования, что молодежь у нас имеет право получить качественное образование. И само собой говорилось очень много о том, что именно молодежь сегодня должна быть активной. А это все должно происходить через университеты, как всегда и происходило. Но сейчас университеты, они все должны по-новому подходить, делать условия для молодежи, вот о чем мы говорим с вами. Естественно, университеты, они были и будут местом свободы и света. Вот об этом было очень много дискуссий, сессий посвящены. И, конечно же, хочется в завершении своего выступления сказать, что наш консорт, он работает, и там очень много университетов. Мы также, Константин Алексеевич, приглашаем ваш университет и другие университеты, которые здесь участвуют, к своему консорциуму присоединиться. Потому что как раз-таки Прикаспийский регион, это, наверное, пример того, что надо действительно нам всем объединяться и делать условия для нашей молодежи, чтобы они интересовались наукой, потому что будущее за ними. И, естественно, еще это пример того, что сейчас проблемы, хоть экологические, хоть экономические, социальные, они решаются сообща, и только при таком подходе находят такое, можно сказать, верное решение. Поэтому здесь вот наш адрес виртуальной площадки, внизу данные нашего преподавателя, который вам поможет успешно зарегистрироваться. И я выражаю свою такую большую надежду, что после сегодняшней молодежной сессии наше с вами сотрудничество, оно в другом, новом импульсе дальше продолжится, и наши молодые ребята, заходя на этот сайт, найдут много точек соприкосновения. И, естественно, и будет такой обмен опытом. Огромное спасибо вам за внимание. Спасибо большое, Наталья Сангольевна Амагендиевна. Мы обязательно вот ту презентацию, которую вы сказали, распространим среди наших университетов, партнеров, потому что интересные темы для сотрудничества, для молодых исследователей. Переходим дальше к рассмотрению нашей тематики. Тематика связана именно с развитием способностей и поддержки молодых исследователей. И было бы, наверное, правильно передать слово советнику российского руководителя Федерального агентства по делам молодежи и Антону Робертовичу Тицкому о том, Росмолодежь всегда участвует во всех сегодня форумах, где присутствуют молодежи, молодые студенческие работы, школьные работы. И я знаю, что есть много проектов, которые Росмолодежь поддерживает в виде грантов. И, Антон Робертович, я думаю, вы по этой теме с нами поделитесь. Спасибо большое. Спасибо большое, Константин Алексеевич. Уважаемые коллеги, я рад всех приветствовать здесь и по такому прекрасному поводу. Мне очень приятно, что мы стали участниками этого замечательного фестиваля, который объединяет в себе не только людей, которые заботятся о развитии нашего будущего в нашей стране, но и на международном уровне, на уровне стран прикаспийских. И мне хочется, наверное, от лица нашего руководителя пожелать только успеха и процветания этому фестивалю, чтобы он, конечно, набирал обороты, увеличивал свой масштаб. Для нас, для Росмолодежи, самое главное – это помощь в самореализации молодежи. И, наверное, профессиональная самореализация, самореализация для молодых ученых – это такие из самых острых и важных задач, которые мы решаем. поскольку вы прекрасно знаете, наверное, что для молодежи одной из основных вопросов является их дальнейшее трудоустройство, их востребованность в будущем по тем профилям и отраслям, по которым они себя видят. И вот такие форумы, площадки, я думаю, что только помогают для того, чтобы ребята определились со своей целью и нашли себя. Как Константин Алексеевич уже сказал, действительно, существует грантовый конкурс, который ежегодно проводится с Федеральным агентством по делам молодежи. Более 2,5 миллиардов рублей мы выделяем на реализацию ребят, на реализацию их инициатив, вне зависимости от направленности. То есть мы стараемся, чтобы любое положительное, благое дело и любой проект, который поможет развитию нашей страны, поможет развитию молодого человека и достижению для него каких-то целей, реализации тех задач, которые он перед собой ставит. Мы считаем необходимым поддерживать такие проекты. Сейчас грантовый конкурс идет, и, используя эту площадку, этот микрофон, я бы хотел, конечно, пригласить всех, кто не зарегистрировался на площадке АИС «Молодежь России», это обязательно сделать и принять участие в грантовом конкурсе для того, чтобы реализовать те идеи, которые вы считаете необходимым, чтобы они были реализованы не только в формате того, что мы обсуждаем при Каспийском сотрудничестве, но и в любом другой направленности, мы будем очень рады. Хочется отметить, что создано очень много бизнес-акселераторов, коллеги подготовили мне список, но это действительно очень много, и в Астраханской области, и в других субъектах Российской Федерации, и, как отрадно, что на международном уровне бизнес-инкваторы и акселераторы также создаются и успешно работают, в том числе, вот коллега из Казахстана выступала, более 15 таких бизнес-акселераторов вполне успешно уже работают, и я уверен, что будут только наращивать темп. Что касательно крупных мероприятий, хотелось бы отметить, что в этом году, я надеюсь, скорость вакцинации поможет нам все-таки точно провести с 9 по 12 августа Каспийский форум по молодежному предпринимательству и инновационному развитию, который уже будет проходить в рамках второго Каспийского экономического форума. Мы рассчитываем, что там будет более 50 представителей из прикаспийских стран, что в ходе деловой программы поможет провести эффективный обмен опытом между ними, поделиться положительными практиками в ходе работы с молодежью. Мы вот с Константином Алексеевичем успели также обсудить возможный форум в Астрахани, я думаю, что это тоже очень прекрасная инициатива, которая обязательно для нас, как для ведомства, которое занимается самореализацией и помощью в реализации молодежи, наверное, будет правильно, если мы выступим с поддержкой, мы будем очень рады, если нас пригласят к участию в данном мероприятии. Я хочу сказать, что вот такие площадки, как мы проводим с участием большого количества молодежи, это, безусловно, такие ступеньки, по которым мы помогаем нашему будущему становиться действительно настоящим. Поэтому спасибо большое, я желаю всем еще раз большого успеха, и мы будем рады сотрудничеству с коллеги, с каждым из вас. Спасибо за вашу инициативу. Спасибо, Антон Робич. Мы, конечно же, видим вас постоянным партнером и участником всех наших встреч, и здесь именно проекты, которые реализуются при поддержке кафедры Винеско, они тоже очень важны, и здесь большой такой спектр для совместной работы. Но я хотел бы дальше передать слово следующему спикеру, который непосредственно имеет опыт поддержки стартап-проектов, в том числе молодежных стартап-проектов, Сергей Владимирович Хорошаев, президент Национальной экологической компании. Они занимаются разработкой, реализацией программ развития экологических проектов, отбором инвестиционных проектов экологической направленности. Сергей Владимирович, рады тому, что вы с нами, и предлагаю вам несколько слов. Добрый день, коллеги. Я сегодня выступаю перед вами с презентацией, поэтому вывожу ее на экран. Так, разрешение на вывод презентации там у меня есть. Мы вернемся обязательно к Сергею Владимировичу, но дальше давайте двигаться. Мы хотели бы сейчас пригласить к нам на разговор наших коллег из Исламской республики Иран. И здесь с нами на связи молодой профессор, исполнительный директор Гелианского научно-технического парка Исламской республики Иран, профессор Адин Зибаи. Он является разработчиком научного проекта, который удалось коммерциализировать как одну из лучших идей Гелианского научно-технологического парка. Вместе с ним присутствует в студии директор Гелианского научно-технологического парка и еще член научно-технического института бассейна Каспийского моря Али Басти и профессор Амир Маликпур. Мы представляем слово Гелиану Зибаи. Пожалуйста, рада вас слышать. Happy to welcome you on our session. You can start. Please be informed that your presentation will be interpreted in consecutive way. So please, if you can be so kind to leave some pauses for me to translate. Thank you. Mr. Зибаи? Okay. Hi, everybody. Добрый день. Hi, everybody. I'm Aydin Зибаи, the CEO of Afshanaga Khazar Company. Thanks for this opportunity. Thanks for this opportunity for sharing our knowledge-based trading experience. That's my pleasure as a member of Geelan Science and Technology Park and Afshanaga Khazar Company as a knowledge-based company in Iran. As a member of Geelan Science and Technology Park, I'm happy to share with you our new achievements and achievements. I would like to thank Professor Markilov and Astro-Rahan State University. I would like to thank Professor Markilov and Astro-Rahan State University. И со своей стороны я рад поделиться с вами информацией о нашем новом проекте. Это травяной инсектицид для борьбы с домашними вредителями. Как вы знаете, по всему миру существует проблема с заражением домашними вредителями. А common method for controlling these chemical insecticides, as you know, a lot of stories come from chemical insecticides, like disease, environmental pollution, poisoning, and many other side effects. Как вы знаете, современные средства для борьбы с насекомыми основаны на химических веществах и, соответственно, имеют множество побочных воздействий, как на людей, так и на окружающую среду. All above harmful and disaster effects of chemical insecticides on human life. Соответственно, химические средства борьбы с вредителями очень влияют на здоровье человека и окружающей среды, что вызывает у нас наибольшее беспокойство. И именно поэтому мы решили разработать совершенно новую технологию, безвредную для здоровья и окружающей среды, на основании нанотехнологий. Наша технология основана на блокировке октопамина, который не присутствует в теле млекопитающих. Соответственно, он абсолютно безвреден для людей и для их домашних животных, но губителен для паразитов. Пример вы можете увидеть на экране. Наш препарат действительно обладает уникальными характеристиками. Он экологичен, экологически чист, не токсичен, действует быстро, но при этом обеспечивает долгосрочный эффект и при этом абсолютно безопасен для людей и их питомцев, домашних животных. Мы посвятили много лет исследованиям одновременного воздействия препаратов, которые входят в состав нашей продукции на насекомых. Для коммерциализации продуктов, мы обязательно нужны какие-то важные интернациональные и локальные сертификаты. Вы можете видеть здесь сертификаты эффективности от центра инсектицией в Денмарке. Благодаря нашим исследованиям мы смогли получить различные сертификаты для подтверждения действенности наших препаратов, в частности, сертификат соответствия в Дании, который вы можете видеть на экране. Здесь также представлены сертификаты, которые были выданы в Иране в отношении того, что наш продукт экологичен, органичен и соответствует всем новейшим разработкам в области нанотехнологий. И на этом слайде вы видите Гиллианский научно-технический парк, который оказал поддержку данного проекта не только в самом его начале, но и постоянному совершенствовании наших разработок. И, наконец, нам удалось коммерциализировать пять наших продуктов, которые вы можете видеть на экране. Каждая из которых имеет свое направленное действие против постельных клопов, наружных паразитов, головных вшей, вредителей растений и домашних вредителей. И в заключение хотелось бы отметить, что, безусловно, в рамках этого проекта мы сталкиваемся с определенными трудностями и задачами, которые мы постепенно пытаемся решать. Сейчас я хотел бы вкратце поделиться с вами ими. Среди комплексов наших задач в настоящий момент стоят проведение лабораторных исследований, исследований в полевых условиях, обработка патентной информации, подготовка соответствующей документации для получения патентов, ввод в коммерческое обращение, выход на рынок и локализация сырья. Я не могу сказать, что мы достигли какой-то конечной точки, потому что нам всегда есть к чему стремиться. На территории всего мира постоянно возникают новые трудности, с которыми мы готовы бороться. И наша компания делает все возможное, чтобы решать новые появляющиеся проблемы наиболее безопасным способом. Я рад сказать вам о том, что наши продукты смогут не только изменить стиль жизни множества людей, но и в том числе сделать новый шаг в борьбе с вредителями. Спасибо вам большое за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу. Спасибо, господин Зибаи. Спасибо, мистер Зибаи. Интересный и проект, и практика работы. Мне действительно пришлось... Я был и в технологическом парке, в Гелянском, и знаю, что и в провинциях Гелян, и Мазандаран очень активно развиваются такие технопарки, где поддерживают молодых ученых, молодых исследователей. Надо сказать, вообще, Исламская республика Иран, она достаточно молодая страна, средний возраст жителей гораздо ниже, чем средние жители Российской Федерации, ну и всех прикаспийских государств. Ну и вот особое внимание молодым исследователям, молодым ученым при всех проблемах, которые существуют в государстве, она есть. И вот как пример реализации этого проекта в технопарках, я думаю, что он очень важен нам для будущей коллаборации, совместной работы в Каспийском регионе. Спасибо еще раз большое, господин Зибаи. И Сергей Владимирович Хорошаев у нас вернулся на связь, нет? Нет, пока, да? Ну, мы продолжим. Я бы хотел представить слово еще одному представителю компании, компании известной, компании Еврохим, которая работает и на юге России, и занимается поддержкой многих стартапов, молодежных проектов, и вопросы, связанные с профориентацией, с подготовкой специалистов. Мы уже успели обсудить с Ольгой Викторовной, Ольгой Викторовной Войтовой, руководителем учебного центра Еврохим. И я бы хотел сейчас, Ольгой Викторовной, представить слово об опыте работы Еврохим по поддержке молодых ученых, молодых стартапов и вообще развитии всех таких проектов. Спасибо большое, Константин Алексеевич. Коллеги, здравствуйте. Ну, наверное, касаться профориентации, не буду это бесконечно долго, можно рассказывать и говорить. Хотелось бы отметить, что как представитель бизнеса я отмечу и понимаю то, что важность взаимодействия наших предприятий, нашей компании или любого другого производственного холдинга с высшими учебными заведениями, это просто невероятно важно. На сегодняшний день, что мы делаем и чем мы можем поддержать ту молодежь, ту талантливую молодежь и тех исследователей, которые в данный момент приходят в нашу компанию, которые проходят у нас практики на территории предприятия. Ну, как раз таки вот интересная история про организацию практики. Когда студенты попадают к нам на практику, они имеют возможность не только познакомиться с той технологией производства, которая присутствует на той или иной площадке, но также и оценить своим молодым взглядом ту возможную проблематику, которая могла бы присутствовать и те возможные проблемы, которые могли бы присутствовать, например, в процессе производства минеральных удобрений. И когда они это замечают, у них есть возможность реализовать те мысли, которые посещают их во время прохождения практики в своих проектах на территории университетов. Что мы для этого делаем? Вузов-партнеров мы обязательно поддерживаем. У нас есть поддержка основных кафедр, в которых заинтересована наша компания. И молодые ребята могут также развиваться и заниматься той научной деятельностью, которая им интересна во благо, скажем так, химической промышленности, во благо своего развития. Когда студенты, бывшие студенты, бывшие молодые исследователи, скажем так, ну, не бывшие молодые исследователи, а молодые исследователи, бывшие студенты попадают на территорию нашей компании, когда они трудоустраиваются, они продолжают свою научную деятельность. Для этого у нас есть программа молодых специалистов. Это не только поддержка, адаптация в течение трех лет, возможные какие-то финансовые блага. Это и также и продолжение развития, продолжение той исследовательской деятельности, которой они могли заниматься во время обучения в институте. У нас есть такая, скажем так, не программа, а мероприятие, научно-техническая конференция молодых специалистов, где каждый наш молодой специалист может представить свои разработки, свои научно-технические исследования, свои какие-то лабораторные исследования, которые они также проводят на территории, скажем так, наших предприятий. То есть у каждого есть какая-то своя тематика, у каждого есть наставник, который помогает им этим заниматься. И ежегодно более ста проектов, наверное, только в дивизионе, вот в нашем удобрении, ребята, скажем так, презентуют. Многие из этих проектов реализуются в нашей компании, скажем так. Это очень важно для ребят. На протяжении трех лет у них есть возможность, скажем так, развивать свои исследования, не быть забытым. Поэтому повторюсь, что именно заинтересованность в той научной деятельности, которую ребята начинают в университетах, она имеется у бизнеса. И мы очень надеемся, что эта связь не потеряется, а мы продолжим сотрудничество, в том числе и с Астраханским университетом. Мы очень рады с вами сотрудничать. У вас прекрасные выпускники, я повторюсь, которые занимают руководящие позиции у нас в компании, одни из руководящих. Поэтому надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Коллеги, всем прекрасного сегодняшнего дня. Спасибо большое за предоставленное слово. Если будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо, Ольга Викторовна. Спасибо большое. Действительно, опыт и работа Еврахима с вузами страны широк. И мы, конечно, с удовольствием будем работать и дальше. И вот вопросы, связанные с студенческой мобильностью, академической мобильностью, он уже сегодня обсуждался. И действительно, здесь вот нам пандемийный период немножко внес свои коррективы, но в то же время показал, что, возможно, мобильность не только путем общения прямого, но и можно в онлайн формате заниматься мобильностью. Я бы хотел как раз перейти вот к этой теме, теме академического мобильности как фактора международного продвижения молодых ученых и представить слово одного из руководителей созданного совсем недавно на базе от Рауского университета нефти и газа, Каспийского научного хаба, в который наш университет тоже вошел как участником. И это для того, чтобы некое такое лидерство в научных разработках за Каспийским регионом закрепить. И многие проекты, которые рождаются в Каспийском регионе, они могут быть тиражироваться в другие регионы. И сегодня с нами здесь руководитель службы качества и рейтинга от Рауского университета нефти и газа имени София Утибаева, координатор Каспийского хаба по целям устойчивого развития Султанбек Назулаевич Каим. Пожалуйста. Всем здравствуйте. Позвольте еще разпоздравить с проведением конференции. Я являюсь руководителем Каспийского хаба по целям устойчивого развития, координатором, точнее, координатором Каспийского хаба по целям устойчивого развития в Каспийском регионе, куда вошли 10 вузов из Казахстана, Азербайджана и России. Каждый из вузов есть свой координатор, который также курирует эти вопросы, вопросы сообщества развития, сообщества развития самих университетов и взаимодействия с ключевыми партнерами по устойчивому развитию. Вопрос к университету нефти и газа имени София Утибаева в 2020 году подписал меморандум о сотрудничестве с организацией объемных НАТО в Казахстане, согласно которым в сторону также согласились развивать взаимодействия по научным исследованиям и также по обучению студентов, проведению статков конкурсов, исследовательских конкурсов для молодых исследователей. Также в рамках Каспийского хаба по целям устойчивого развития был создан Каспийский сетевой университет по устойчивому развитию. Было подписано оглавное соглашение, сейчас ведется работа по разработке будет форма программ на уровне магистратуры и бакалавриата. Уже есть определенные наработки и со следующего года, с этого года, дай бог, со сентября 2021 года уже запустим несколько программ в области студентского развития совместно с университетами в рамках Каспийского Светлого Университета по устойчивому развитию. Академическая мобильность в данной ситуации является очень важной для формирования Каспийского, исследовательского хода, так как мы больше, лучше друг друга понимаем, больше взаимодействуем. Наши ученые и ваши ученые очень приветствуются в наших университетах. И также есть определенные моменты, которые мы могли бы улучшать за счет синергии адреса и мобильности в некоторых университетах и также регионах. Каждый участник программы Академической мобильности либо участник программы Амена на самом деле, он является носителем определенного культурного кода. Культурного кода инноваций, обновления, внедрения новых технологий и теги к исследованиям. В нашем же случае у нас получилась огромная сеть благодаря ассоциации государственных университетов Каспийского региона. И мы взаимодействуем также с иранскими коллегами по вопросу к инфекции в определенных научных изданиях и проведения исследований, а также участвуем в проектах, спортированных правительствами двух стран. И также хотели бы увидеть такие же проекты с Российской Федерацией, с Азербайджанской Республикой. На данном этапе мы сотрудничаем с мировыми университетами в области Мехтегаза. Это, конечно же, университет Мехтегаза имени Буккина, университет Петровна в Малайдии, университет Роберта Гордона в Европе Британии и колорадская школа разведки. Мы разрабатываем разъектованные программы, направленные на развитие наших образовательных программ и ведения научных исследований. При университете также создан Институт Мехтехнической Инженерии и Экологии, в котором ведутся актуальные исследования по экологии Каспийского моря и, конечно же, по... Спасибо. ...экоспийского региона. В данной ситуации каждый участник наших совместных исследований и также каждый, кто вовлекается в наши проекты, он становится носителем определенной информации, который, как бы так, вирусом, вирусом, инновацией, исследованием, который также заражает объект. Мы направляли другие университеты наших студентов. На данный момент ведется виртуальная академическая мобильность. Виртуальная академическая мобильность ведется с университетом Петранат Малайти, а также с университетом Короля Абдаллаха в Саудовской Арарии. У них очень широкая база, которую мы хотели бы соединять также на нашем университете и хотели бы провести транспорт технологий из университета Короля Абдаллаха в Саудовской Арарии в местных компаниях. В заключении хотел бы сказать, что академическая мобильность также важна для развития самих образовательных программ, так как и студенты, и преподаватели, участвующие в данных программах, после участия внедряют свои новшества, замечания и обновляют качество самих образовательных программ. Спасибо большое. Спасибо, Сутанбек. Действительно, вот виртуальная мобильность молодых ученых, ну и вообще всех ученых, она показывает о том, что нам вот эти вызовы, которые дают время, дают новые возможности, и мы должны этими новыми возможностями пользоваться. И вот пример очень хорошей такой мобильности, которая существует в Казахстане. И думаю, что мы продолжим сотрудничать в рамках этого Каспийского хаба. Мегагрант – еще один из самых эффективных способов, благодаря которому развивается международное научное наставничество. С одной стороны, это работа под руководством крупного ученого, приехавшего из-за рубежа в Россию, либо онлайн консультирующего проекты. А с другой стороны, это и стажировки наших студентов в лабораториях ведущих ученых других стран. С нами на связи Дмитрий Владимирович Бугреев. Руководитель организации научной экспертизы и заместитель генерального директора ООО «Инконсалт-К». Пожалуйста, Дмитрий Владимирович, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Как меня слышно? Я слышно. Спасибо. Я представляю компанию «Инконсалт», которая является оператором программы «Мегагрантов». Программа «Мегагрантов» реализуется в Миноборнауке России и является программой международного сотрудничества российских вузов и научных организаций с учеными мирового уровня, ведущими зарубежными научно-образовательными центрами в сфере науки, образования и инноваций. Смысл программы в том, что в российскую организацию приезжает известный авторитетный ученый, который создает там свою лабораторию, формирует научный коллектив и реализует научные проекты. Данная программа стартовала в 2010 году и за последший период создано более 300 лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых. Одним из задач, которые решаются в рамках программы «Мегагранты», это стимулирование притока молодежи в сферу науки, образования и высоких технологий, а также подготовка высококвалифицированных научных кадров. Поэтому в программу активно вовлекаются студенты, аспиранты, которые принимают участие в научных исследованиях под руководством известных мировых ученых. Они работают на современном научном оборудовании и знакомятся с новейшими методиками проведения научных исследований. Только в 2020 году в программе приняли участие более 100 студентов и аспирантов. Также предусмотрена возможность стажировок молодых исполнителей в ведущих зарубежных лабораториях, что позволяет молодым специалистам получать необходимые компетенции, более тесно взаимодействовать со своими иностранными коллегами, становиться узнаваемыми в научной среде. Все это дает возможность молодым ученым расти в профессиональном плане, добиваться научных успехов. Среди молодых ученых-участников программы есть лауреаты престижных научных премий, включая премии президента России в области науки и инновации, премии Европейского математического общества. Некоторые молодые ученые уже возглавили свои научные группы, руководят лабораториями. Если кого-то заинтересовала эта информация, более подробно можно с программой ознакомиться на официальном сайте и приглашаем всех к участию в этой программе. Большое спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Это очень важно и очень интересно, информация. Я думаю, многие, кто сегодня нас слушают и увидят потом, обязательно воспользуются вот этими предложениями. Я бы хотел сейчас пригласить к разговору и моего коллегу, проектор по международной деятельности молодежной политики Кубанского государственного технологического университета Марию Анатольевну Битарову. Она хочет поделиться тем, как они здесь, на Кубани, реализуют проекты поддержки молодежи. Пожалуйста. Добрый день всем. Спасибо за приглашение к дискуссии. И да, я хотела бы рассказать об опыте Кубанского государственного технологического университета, если позволите, несколько слов о самом университете. Прежде всего, хочется сказать, что мы первое учебное заведение, которое было открыто на Кубани, и это старейший вуз Кубани. Вуз был открыт в 1918 году. 16 июня нам исполняется 103 года. И на сегодняшний день университет реализует образовательные программы по 31 направлению подготовки бакалавров, 27 направлений подготовки магистратуры, 6 специальностей высшего образования и 11 программ СПО. Хотелось бы отметить, что технологический университет это единственный вуз России, который обучает студентов по уникальным направлениям. Это технология кофе, табака, чая, производство эфирных масел, синтетических и душистых веществ и парфюмированных косметических изделий. Университет также является ведущим вузом, которые осуществляют подготовку по технологиям сахаристых веществ, технологиям хранения переработки зерна, технологиям жиров. Также мы готовим инженеров для нефтегазовой отрасли, строителей, транспортников, программистов и ряде других востребованных специальностей. Все это говорит о том, что мы являемся привлекательными, в том числе и для иностранных абитуриентов, которые к нам поступают. Несмотря на очень сложный год, который у нас был, нам удалось даже несколько увеличить контингент поступивших на первый курс. К нам поступило 211 иностранных обучающихся из 31 страны. Всего на сегодняшний день у нас обучается 574 иностранных студента по основным образовательным программам и 121 человек к нам поступил на наше подготовительное отделение, причем часть из них обучается онлайн. Мы очень верим и надеемся, что этим летом у них все-таки будет возможность поступать к нам уже теперь непосредственно очно. Если говорить непосредственно о программах поддержки молодых ученых и академической мобильности, хотелось бы отметить еще следующий момент, что начиная с 2017 года наш вуз является и входит в состав сетевого университета СНГ. И сетевой университет стран СНГ это уникальная платформа академической мобильности, которая как раз таки позволяет сотрудничать. В рамках сетевого университета у нас были заключены соглашения о сотрудничестве с Южно-Казахстанским государственным университетом имени Азаурова по совместной подготовке магистров по направлению химической технологии. И очень активно у нас идет сотрудничество. В 2019 году мы заключили два соглашения о сотрудничестве с Северо-Казахстанским государственным университетом имени Монаша Козыбаева о совместной подготовке магистров по двум программам. Это программа конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств и электроэнергетика, и электротехника. Соответственно, ребята уже приступили к обучению. Уже у нас состоялся летом этого года вебинар между нашими двумя университетами, где мы поделились с опытом, как наши студенты обучались совместно друг у друга, перекрестное обучение, и какой они опыт из этого вынесли. Если дальше говорить, в дальнейшем, о поддержке молодых ученых, то мы, конечно, также прекрасно понимаем, насколько важно представление для молодых ученых своих разработок на выставках российского и международного уровня. Как наш ВУЗ очень ярко представлен на данном мероприятии, и, коллеги, все, кто имеет возможность побывать в Краснодаре в эти дни, и кто присутствует очно на фестивале, мы всех приглашаем в зону Экспо, где на нескольких площадках представлены инновационные разработки молодых ученых Кубанского государственного технологического университета. Помимо этого, несмотря на сложный 2020 год, удалось все-таки поучаствовать в нескольких международных профильных инновационных выставках, представить свои научные разработки. Это выставка в Тайване, куда мы представляли свои работы, и также выставка в Румынии. На некоторых выставках разработки были представлены только виртуально, но уже в свете того, что, естественно, и сами выставки проводились виртуально, как, например, книжная выставка во Франкфурте, и также европейская книжная выставка, которая была в Барселоне. И в завершении хотелось бы отметить, что наш ВУЗ открыт для сотрудничества. Сейчас мы как раз таки работаем в дальнейшем над расширением программ сетевого взаимодействия. Одну из проблем, которую мы осознаем, это уровень иностранного языка, которым владеют наши преподаватели, для того, чтобы мы могли разрабатывать программы на иностранном языке. Поэтому внутри нашего университета уже разработаны программы доп. образования, для того, чтобы как раз таки наши преподаватели могли улучшить свои языковые навыки. И мы как раз таки рассчитываем, что это станет таким серьезным толчком для того, чтобы мы разработали несколько программ не только на русском языке, но и, соответственно, взаимодействовали не только с университетами, с которыми мы можем реализовывать программы русскоязычные, но и реализовывать программы двойных дипломов с университетами уже на иностранном языке. Поэтому, уважаемые коллеги, мы открыты к сотрудничеству и хочу пригласить всех абитуриентов, в том числе иностранных абитуриентов, получать техническую специальность в нашем университете. Спасибо большое, Антонин. Спасибо огромное. Мы продолжим. У нас на связи еще наши партнеры с Азербайджана. Я тепло вспоминаю, как два года назад я был в Азербайджане, в Азербайджанском государственном экономическом университете, где есть русская экономическая школа, создана русская экономическая школа, и где есть действительно опыт создания научно-исследовательских центров и работы, и коллабораций разных направлений. У нас сегодня вместе с нами преподаватели кафедры экономики русской экономической школы Азербайджанского государственно-экономического университета Рахманифарах Палат-Кызы. Я рад ей представить слово и приветствую здесь на нашем форуме, на нашей сессии. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо большое, Константин Алексеевич, за приглашение, за возможность предоставить слово. Если можно, я продемонстрирую свою презентацию. Итак, моя тема – это создание привлекательных условий для деятельности молодых и перспективных исследований на территории Прикаспия. Хотелось бы отметить в первую очередь, что вопросы и проблемы научно-технического сотрудничества молодых ученых считаются одними из важнейших направлений обеспечения углубления фундаментальных научно-исследовательских работ и формирования научного потенциала современности. И, говоря о наших странах, конечно же, безусловно, фундаментальные научно-исследования и научные решения невозможно решить, так скажем, без фундаментальных исследований. Невозможно решить наболевшие вопросы и проблемы укрепления государственного строя и экономики страны, и прорыва на мировую арену. И, таким образом, в Прикаспийском регионе, конечно же, требуются более эффективные целевые исследования, непосредственно целевые исследования. Если говорить о странах Прикаспийского региона, конечно же, они обладают высокими, большими возможностями, богатыми природными ресурсами, человеческими ресурсами. И, на наш взгляд, для реализации этих ресурсов наука должна выступать в качестве ведущей силы увеличения национального богатства и создания национальных брендов, высоких технологий и способствовать формированию продуктивной экономики цифровизации и экономики знаний. Если говорить о реальных проблемах, которые существуют на территории странах Прикаспия, которые замедляют развитие рынка инноваций, то, к сожалению, пока что наши страны еще не полностью отошли от статуса сырьевых стран, это всем известно. И вопросы проблемы инновационного прорыва и создания инновационной системы наших стран еще не полностью завершены. И также стимулирование и мотивация углубления научных исследователей, в том числе и укрепление молодых ученых в фундаментальных научных сферах, не в полной мере отвечают требованиям современных глобальных вызовов. И в связи с этим хотелось бы отметить, немножечко поговорить о нашей стране. Под руководством президента нашей республики, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, сегодня победоносные вооруженные силы Азербайджанской республики одержали нашу историческую победу в Отечественной войне и, наконец-то, положили конец оккупации. И в связи с этим развитие ранее оккупированных территорий, развитие, включая институциональные решения, восстановительно-строительную и гуманитарную деятельность, всю эту деятельность, на наш взгляд, можно претворить в жизнь путем сотрудничества с международными партнерами, и в том числе и сотрудничая со странами прикаспийских регионов. Здесь, помимо, так скажем, непосредственно использования этих земель как сырьевой базы, здесь планируется создание парка высоких технологий в Карабахе и превращение этого региона в регион высоких технологий и инноваций. И в связи с этим мы предполагаем, что в этой работе нам могут помочь опыт молодых исследователей, молодых ученых прикаспийских стран. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день президентом Азербайджанской республики Ильхам Малиевым было подписано распоряжение о создании программы «Азербайджан-2030. Национальные приоритеты социально-экономического развития». Пять основных приоритетов были высвечены в соответствии с этой программой, но я бы хотела остановиться на одном из важных. Третье, если вы видите на слайде, это конкурентоспособный человеческий капитал и применение современных инноваций. Вот в этой связи мы предлагаем ускорить создание экосистемы в научно-технической сфере, способствующей организации непрерывных циклов в той или иной сфере экономики и способствующей научному и технологическому прорыву молодежи, молодых исследователей. И также системные и комплексные подходы по реализации идей и инноваций молодых ученых, исследователей и обеспечения их, главное, коммерциализации с применением различных сфер экономики страны, то есть широко использовать также целевые научные гранты с участием молодежи. Если говорить также о взаимодействии межгосударственного и межвузовского сотрудничества в сфере научно-технического творчества молодежи, то здесь играет важную роль, на наш взгляд, организация более действенных механизмов, в том числе и государственной поддержки научных и технологических разработок молодых исследователей в различных сферах экономики. Также хотелось бы отметить, что для всего этого, то есть для проделанной всей этой работы, необходима материальная и социальная поддержка молодых ученых, и эта социальная поддержка, она должна сопровождаться созданием продуктивной научно-технической среды для раскрытия таланта молодежи в различных сферах науки. Если говорить о ВУЗе, который я представляю, вообще в Азербайджане, в ведущих ВУЗах страны функционируют научно-исследовательские центры и проводятся работы для укрепления международного сотрудничества. В целом, если говорить о ВУЗе, который я представляю, он является, так скажем, фундаментальным учебным центром в регионе. Учебный процесс у нас построен на американском и европейском методе образования, в Азербайджанском государственном экономическом университете, в ЮНЕК проводятся высококачественные исследования, фундаментальные, так скажем, разработки. Более 30 научно-исследовательских центров у нас действует. И, конечно же, мы сотрудничаем с странами, так скажем, с университетами постсоветских республик, в том числе и с университетом Плеханово, и с другими университетами. И в заключение хотелось бы сказать, что у нас, помимо этого, действуют в Азербайджане инкубационные центры. Шесть инкубационных центров действуют, и работа этих центров, она направлена на развитие делового мышления молодых людей с бизнес-ориентированными идеями и обеспечение их всесторонней материальной базой. Если говорить о... Вот мой последний слайд, если говорить о предложениях, которые мне бы хотелось бы озвучить, конечно же, хотелось бы отметить ряд перспективных направлений деятельности, которые бы могли мобилизовать молодых ученых и исследователей Прикаспийского региона. Здесь я считаю, что целесообразно создание Прикаспийского научно-технического форума молодых ученых и исследователей, и этот форум мог бы объединить наши усилия в данной сфере. Также можно было бы осуществить проведение ежегодного научно-технического форума во всех странах Прикаспия в соответствии с очередностью. И также я считаю, что организация целевых научных грандов для молодых ученых и исследователей стран Прикаспия в этом направлении была бы весьма продуктивной и важной. Также создание центров промышленных, так скажем, профориентации молодежи и Прикаспийских вузов, то есть молодежи Прикаспийских вузов. Я благодарю вас за внимание, спасибо большое, и спасибо большое за приглашение, желаю удачи и успехов всем участникам данной сессии. Спасибо большое. Спасибо большое, госпожа Рахмани. Нам организаторы говорят, что время наше, к сожалению, подходит к концу, но я все-таки не могу. У нас Сергей Владимирович Хорошаев вернулся к нам. Несколько слов все-таки дать ему, и будем заканчивать после этого. Пожалуйста, Сергей Владимирович. Спасибо, коллеги. Я прошу завершить демонстрацию экрана предыдущего участника, иначе я не могу свою презентацию включить. Давайте без демонстрации экрана, я тогда просто расскажу. У меня в основном кейсы... Извините, коллеги. Итак, моя тема – коммерционализация инноваций и собственность. Поскольку коммерционализация инноваций – это процесс превращения научных открытий и разработок в собственность, а собственность – это система отношений, при том такая слоистая система отношений, то ее себе нужно, безусловно, представлять. Я представляю российское экологическое движение. Соответственно, я буду говорить про инновации именно в экологии. Давайте пройдемся по такому минному полю инноватора. Мы сегодня говорили о том, что важно, чтобы молодые инноваторы не просто работали в стол, а именно понимали, что их инновации востребованы, а это зависит на самом деле не столько от того, хороша сама по себе технология или нет, а значительно больше даже, наверное, это зависит от того, насколько инноватор или управляющий, который ему помогает, инновационный менеджер в сфере инноваций, может проходить вот эти самые свои собственности. Вот давайте посмотрим конкретную ситуацию. Например, вы проинвестировали в мусоросортировочный комплекс. Значит, он вполне себе современный и так далее. Вы ожидаете, что через три года вы отобьете свои инвестиции. Соответственно, еще лет 12 будете получать дивиденды. И тут появилась инновация новая. Рядышком с вами построили другой мусоросортировочный комплекс, более инновационный, например. Ей говорят вам, значит, ну все. Да, планировалась выручка, планировались дивиденды, но теперь поток отходов поступит не на ваш завод, на более инновационный. Ну, наверное, вы будете естественным противником такого рода инновации. То есть первое, что нужно учитывать, это противостояние предыдущих форм. Второе. Как известно, сейчас в России, да и не только в России, значит, идет внедрение наилучших доступных технологий в сфере экологии, в сфере экологии часть НДТ является инновационными, только часть об этом мало кто знает. Но, соответственно, финансирование инфраструктуры это всегда конкуренция. То есть, например, в России решили проинвестировать, да, и там, соответственно, НДТ, соответствующие затраты и так далее, о модернизации и решили построить в, например, в Китае. Теоретически говорю, что в Китае. Там, соответственно, самая дешевая технология, там без соответствующих дорогостоящих фильтров и так далее. Вот. Ну, очевидно, у вас, например, срок окупаемости 10 лет, там в Китае будет 3 года. Ну, очевидно, куда будет проинвестировано. Опять же, при прочих равных мы понимаем, что чисто рыночными механизмами инновация такого рода внедрена не будет. Поэтому, значит, исторически сложился институт государства, который, как учат нас институциональные экономисты, как раз должно такого рода провалы рынка компенсировать, ликвидировать и так далее. Значит, как сейчас государство с этим работает. Значит, первое, это фактически монополизация. То есть, если говорить о тех же самых мусоросортировочных комплексах, я не только о них могу говорить, на любом примере, если будет нужно, покажу это. Значит, как сейчас это делается? На уровне субъекта федерации принимается территориальная схема, там указывается, где будет расположен этот самый завод и фиксируется концессионным соглашением тарифом. Фактически это единственное, что на сегодняшний день привлекает инвестора. Но, соответственно, естественно, что мы уходим здесь от рыночных отношений. Значит, с одной стороны, инвестор говорит о том, что, да, мы теперь будем защищены, по крайней мере, в этой части. Но, как вы понимаете, об инновациях на этой территории, в этой сфере можно забыть сразу, там, лет на 15-20 и так далее. Настолько, насколько подписано концессионное соглашение. То есть, если я, как инвестор, профинансировал строительство мусоросортировочного комплекса, то государство мне гарантирует, что поток этих отходов в 15-20 лет, оно будет идти ко мне, а не на более какой-то инновационный объект, который будет рядышком построен. Вот. Поэтому, когда говорим об инновациях, я должен точно об этом думать. Ну и, соответственно, второе, с чем занимается государство, субсидии сейчас, но, с тем, что времени мало на выступление, не буду об этом говорить. Значит, здесь важна оговорка, значит, и я лично, и организация, которая представляю, мы являемся государственниками, если я показываю какие-то недоработки государства, то это мы говорим не про российское государство, не про какое-либо другое, это любое государство так устроено. Значит, законодательство. По теореме Гёделя, поскольку у нас такая научная конференция, значит, система любая сложная, она либо непротиворечива, либо неполна. Государство это точно сложная система, поэтому в любом государстве, в любом законодательстве система либо неполна, либо есть противоречия. Спасибо, Сергей Владимирович. К сожалению, там время и сеанс завершился. Мы будем подводить итоги. Тема достаточно большая и тема серьезная. Я думаю, что вот в такое короткое промежуткое время многие вопросы наверняка еще остались. И за скобками я бы хотел сейчас поблагодарить всех спикеров, кто принял участие и здесь, у нас, и в очной, и в режиме онлайн. И хотел бы сказать, что давайте мы продолжим обсуждение этой темы, тем более, что возможностей таких площадок у нас достаточно много. И в том числе я бы хотел сейчас сказать о том, что у нас в Астрахани в конце мая, 26-28 мая, пройдет второй международный научный форум Каспий 21 века на пути устойчивого развития, где вы участниками станут и ведущие эксперты Российской Федерации, и стран при Каспии, эксперты со стран-партнеров. И я приглашаю и сегодняшних участников, и спикеров, и всех тех, кто заинтересован продолжать обсуждать эту тему, тему, связанную поддержкой молодых ученых, вообще развитием именно коллаборации в Каспийском таком регионе, присоединиться к этому форуму и продолжить этот разговор. Еще раз хочу всех поблагодарить. Большое всем спасибо и спасибо организаторам фестиваля Отвента, которые дали возможность нам здесь пообщаться и обсудить самые такие актуальные и важные темы. Большое спасибо всем. Спасибо большое.